Интернет Да, слушаю Серег, давай попозже, а то я тут на свидание пришел Нет, другая Ну, стой, у меня не получилось Ну, что значит, почему? Понимаешь, я же через интернет знакомлюсь Ну, она сказала, что ее зовут Катя Смутило то, что на фото было подписано Даша А когда встретились, оказался Антон В общем, не получилось Характерами не сошлись Ну, ладно, все, давай попозже А то она должна уже подойти Надеюсь, хоть сегодня все будет без обмана АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ Простите, а что вы на меня так смотрите? Ой, Валера! Да? Очень приятно. А я та самая Машенька. Какая Машенька? Машенька из интернета. Как? Машенька из интернета, это вы? Да. А что вас так удивляет? Да, но на фото была девушка в школьной форме. Все верно. Это мои школьные фото с выпускного. Без фотошопа. Почти. Да, но на страничке был указан возраст. 18 лет. Валера, не волнуйтесь. Моей страничке в интернете ровно 18 лет. Да, ну, я думал, что это вам 18 лет. Валера, все верно. Мне 18 уже есть. Ну, за комплимент спасибо. Ну что, куда пойдем? Может быть, в планетарий или в ресторан? Да, Мария, какой планетарий? Какой ресторан? Ну, я хотел познакомиться с той, которая на фото в школьной форме. Ну, ладно. Тогда поедем сразу ко мне. Школьная форма как раз у меня дома. Так не нужна мне ваша школьная форма. Не нужна. И вообще, Мария, извините, но мне пора. Извините, Мария, пора. Подождите, Валера. У меня еще костюм красной шапочки есть. А что не так-то, а? 18 мне уже есть? Есть. Фотографии в интернете мои? Мои. Все честно. Без обмана. Ну, ничего. Завтра еще с одним встречаюсь. Так я к нему на свидание сразу в школьной форме пойду. АПЛОДИСМЕНТЫ Приветствуем вас на борту нашего авиалайнера. Пожалуйста, прослушайте следующую информацию. В полете обязательно... ...ремни безопасности. Уважаемые пассажиры, во избежание... ...особенно пассажиры с детьми. Соблюдайте... ...в случае турбулентности. Выход из самолета... ...и в конце хвоста. Спасательный жилет находится... ...клапаны... ...свисток... ...и акулы в открытом море. Приятного вам полета. Мужчины. Пристегнитесь, пожалуйста. Ага. Простите, а... ...а что он... ...сказал? Кто? Ну, капитан. Капитан приветствует вас на борту нашего авиалайнера. Ну, это я понял. А что он еще... ...сказал? А? Ну, что же вы такой... ...невнимательный... ...мужчина. Капитан пожелал вам... ...приятного полета. Ну, это я тоже... ...понял. А что он там... ...говорил про... ...турбулентность? А? Да не волнуйтесь вы так, мужчина. Все будет хорошо. Не волнуйтесь? Хорошо? Я отчетливо слышал... ...про каких-то акул... ...и спасательные жилеты... ...в открытом море. А? Ну, вот видите... ...все вы слышали... ...и зачем-то переспрашиваете? Нет, вы ответьте. На что он намекал? Да ни на что он не намекал. Он всегда так говорит. Но, если честно... ...я и сама первое время... ...боялась. А потом ничего. Привыкла. Самолет у нас надежный... ...временем проверенный. Вместо положенных... ...двадцати пяти лет... ...уже сорок три летает. ...да и капитан у нас опытный... ...шестьдесят пять лет... ...в полете. Вчера, кстати, отмечали. Так что, мужчина... ...не волнуйтесь... ...возьмите себя в руки... ...пристегнитесь... ...и приятного вам полета. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ай-яй-яй! Такой красивый... ...в магазин залез. Как тебе не стыдно. Теперь тебе будут... ...ругать. Наказывать. Лет пять точно будут наказывать. Я в этом магазине... ...первый день охранником работаю. Так что сейчас буду узнавать... ...что с тобой по инструкции... ...делать нужно. ТОФИК, ТОФИК! Это я! РАФИК! РАФИК, РАФИК! Это ТОФИК! Какой хрен тебе нужна? ТОФИК, ТОФИК! А я тут... ...бабу поймал! РАФИК, РАФИК! Я бабу вчера просил... ...а сегодня я и сам уже две штуки поймал. Красивый! А у тебя там... ...красивый? Шшш! Да, ТОФИК! Да, ТОФИК! Очень красивый! Так что мне с ней делать? Шшшш! РАФИК! Я тебе уже сто раз объяснял... ...что с ними надо делать. А ты все как маленький! Шшш! ТОФИК! ТОФИК! Это не просто красивый баба! Он в магазин залез, понимаешь? Шшш! ТОФИК! Ты сегодня... ...что-то пил? Шшш! Нет! Не пил! Шшш! Тогда объяснил, зачем красивый баба в магазин лезть? Такой обычно в это время в ресторане пасется. ТОФИК! Не знаю! Может быть, ресторан закрыт? Шшш! 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 Две штуки оттуда привезли. А что же мне тогда с этой-то делать? Подскажи, брат! Шшшш! Шшш! Шшш! Я думаю, шшшшш! При попытке к бегству. Шшш! ТОФИК! Я не понял! Скажи еще раз! Шшшш! Шшшш! Браты! Я говорю, шшшшш! Шшшшш! Эту! Шшшш! При попытке к бегству! Шшшш! Шшшшш! Офик, по-братски! Скажи мне, что с ней сделать при попытке к бегству! А? Шшшшш! Я говорю, не убивать же ее при попытке к бегству! Шшшшш! Шшшш! А, ну, конечно! Такой красивой бабы жалко убивать! Шшшшш! Шшшшш! А зачем он такой красивый в магазин залез? А? Шшшшшш! Не знаю, брат! Может, стащить что хотел? Шшшшшш! Шшшшшш! Понимаешь, мебельный магазин! Шшшшш! У тебя там, кроме шкафов, ничего нет? Шшшшшш! Шшшшш! Не знаю, брат! Но если хоть один шкаф пропадет, меня отсюда точно выгонят! Шшшшшш! Понимаешь? Шшшшш! А что эта баба говорит? Шшшшшш! А ничего не говорит! В основном, мычит! Шшшшшш! Слушай, давай я все-таки подъеду, и мы ее с тобой на двоих. Тофик, не понял, что на двоих? Повтори. Я говорю, давай мы ее в полицию сдадим, и нам тогда премию выпишут на двоих. Нет, Тофик, не получится. У меня регистрации нет, а в полицию, красивая баба, без регистрации сдавать нельзя. Закон такой. Понимаешь? Ну тогда давай ее дня три-четыре у моих друзей на даче до полной программы. Тофик, мы не поняли, что у твоих друзей на даче? А? Я говорю, давай ее подержим дня три-четыре у моих друзей на даче. А как регистрацию сделаешь, в полицию ее сдадим, премию получим и бульнем по полной программе. Нет, Тофик, не получится. Три-четыре дня, красивая баба, какой-то корм нужен. Никакой премии не хватит. Ну тогда тащи ее к себе в подсобку и ее там до утра. Никакой, тофик, что до утра? Я говорю, в подсобку ее тащи и держи там до утра. Утром пусть директор магазина разбирается. Да, и если хочешь, то можешь ее немножко... Три-четыре дня, тофик, не понял, что немножко? Кто хочешь, то и немножко. Можешь покормить ее там немножко. Красивая баба обязательно кормить нужно. Все понял, хорошо, тофик. Спасибо, брат, за полезный совет. Ты очень красивая баба. Сразу мне понравился. Поэтому я тебе сейчас в подсобке немножко покормлю. Только ты не ори. Так, быстро развязал меня. Нет, вот директор магазина придет вот тогда. Развязывай, говорю. Я и есть директор. Как? Лично зашла новую охрану проверить. Прости, пожалуйста, извини. Развязывай, придурок. Ты самый красивый баба, директор магазина в мире. Пожалуйста, не погуби. Не погуби. Прости. Прости. А, впрочем, ты здесь столько комплиментов наговорил. Будешь теперь моим личным охранником. А тофика помощником твоим возьму. Привет, красавчик. Здрасте. Мужчина, не желаете ли немножко отдохнуть? В смысле? Ну, в смысле, приятно провести время. Провести время? Ну, да. Так сказать, разнообразить свой досуг. В смысле? Ну, в смысле, расслабиться. Что вы имеете в виду? Ну, я имею в виду отдохнуть. По полной. Как это? Ну, пошалить. Не по-детски. Почувствовать себя Карлсоном. Карлсоном. В смысле? В смысле? Реализовать свои тайные мечты. Украсить свою личную жизнь. Отпустить свою страсть на волю. Окунуться, так сказать, в озеро надежды. Открыть ли себя новые глубины счастья. Простите, что вам от меня нужно? Пойдем ко мне. Я тут рядом живу. Зачем? Зачем? Шкаф передвинуть. Не, я не могу. Не могу. Ну, почему? Ну, мне тяжести нельзя поднимать. Врач не разрешает. Ясно. Ну, мужики, пошли, а. Никому ничего не нужно. Мужчина. Мужчина. Можно вас на минуточку? Одну минуту. Бедная женщина. Одинокая, видать. Красивая, а шкаф переставить некому. И мне нельзя. А так бы я с такой с удовольствием бы оторвался. Ну, в смысле, пошалил бы. Не по-детски. Красивая, а шкаф переставить. Да, метро. Недорого. Московские такси. Красавица, поехали недорого. Отвезу до города. Ихерштейн нехт. Чё? Шприхензи дойч? А? О, катастроф. Дас из фантастиш. О, дас из фантастиш. Немка, что ли? Германия. Это Ангела Меркель. Я-я-я. Ты? Я. Меркель? Я. Да ладно. Меркель. Слушай, Ангела. Ты в жизни гораздо лучше, чем по телевизору выглядишь. Ихерштейн нехт. А я тебе точно говорю. Тас из фантастиш. Их. Каких их? Не их, а ах. Ох. Данке. Данке. Какие танки? При чём тут танки? Тебе куда ехать надо? Ихерштейн ничт. У меня нет танка. У меня Жигули. Копейка. Почти новая. По-вашему, Мерседес. Мерседес. Ну? Я-я. Та не ты. А я отвезу, куда скажешь. Тебе куда ехать надо? У. Это. Такси. Московское такси. О. Такси. Ну? Я-я. Такси. Так куда ехать надо? А метро? О. Один момент. Красная площадь. Чё? Ну-ка. Ничего не понятно. Дорогу покажешь? Кремль. А. Кремль? Я-я. Кремль. Слушай, Ангела. Кремль не могу. Я без регистрации. А там наверняка проверять будут. Вас? Нас. И меня, и тебя проверят. У тебя регистрация есть? Ух ты, что я не есть. Ну вот и у меня нет. Давай сделаем так. Я тебя в гостиницу отвезу. В нашу. Ну, поселишься, отдохнем. Шашлык-машлык. Регистрацию сделаешь. Вот тогда и в Кремль поедешь. О, Кремль. Я-я. Ну, творишься. Кремль. Танкер. Танкер. Борис Львович, спасибо вам большое за чудесный вечер и за то, что проводили меня. Ну что вы, Любовь Михайловна, вас. Я готов провожать всю жизнь. Ой. Спасибо, что проводили. Ничего себе. Три тысячи за такси отдал. Знал бы, что она живет у черта на куличках. В жизни бы сюда не поехал. Три тысячи за такси. Буржуй. Это же можно было шестьдесят раз на электричке проехать. Сто килограмм картошки купить. Ой. Борис Львович, спасибо вам, что пригласили меня в ресторан. Ну что вы, Любовь Михайловна, для меня честь пригласить такую очаровательную женщину, как и вы. Ой. Салат королевский с креветками. Мясо по-французски. Котлета по-киевски. Осетар запеченный с черной икрой. Молочный поросенок с хреном. Как в нее все это влезло. А с виду порядочная женщина. Будто и не ест вовсе. Рыба так себе. Мясо. Не прожевать. Салат не пойми с чем. Котлета это по-киевски. Вообще пустышка. Сплошное масло. Да и свинью рано зарезали. Поторопились. А вот хрен у них вкусный. Прям как в семерочке. По желтой цене. Борис Львович. Что-то мне вино голову вскружило. Я, наверное, такая пьяная. Ну что вы, Любовь Михайловна. Вы божественны. Я не пью, я не пью. Сначала шампанское коллекционное. Затем бургундское. 1847 года. Три бутылки. Выпила. И ни в одном глазу. Не вино, а брага какая-то. Явно просроченная. Точно в семерочке брали. Рублей по пятьдесят. Залит. Любовь Михайловна, примите от меня этот скромный подарок от чистого сердца. Что вы, это мне? Ой, что вы? Ой, какая прелесть. Ой. Ничего себе прелесть. Полкило чистого золота. Пятьсот восемьдесят пятая проба. Ручная работа. Нашел, чем удивить. Да такую бижутерию на рынке по триста рублей продают. Но ведь сразу видно, что дешевка. Хотя смотрится, как настоящая. Борис Львович, еще раз огромное вам спасибо за вечер и за подарок. Но мне пора. Как пора? И вы что же, меня не пригласите? Куда? Ну, в гости. Борис Львович, что вы такое говорите? Какие гости в три часа ночи? Во-первых, у меня не убрано. А во-вторых, я не такая. Прощайте. Любовь Михайловна, Любовь Михайловна, вы меня не так поняли. Любовь, забава, что и шутки кажется, кто ей дал такое право тем, давно в тура. господа, начинаем собрание совета директоров. На повестке дня важнейшая проблема, которую необходимо решить сегодня. Сейчас. Не завтра, не через месяц. А потому давайте перейдем к делу. Прошу прощения. Да, я слушаю. Алло. Алло. Лапусик. Котенок, я сейчас не могу говорить. Очень важное совещание. Давай попозже. Хорошо? Лапусик, ну я опять встала. Бибика не хочет ехать. Стою здесь. Как дура. Ну, хорошо. котенок, скажи мне, ключик у тебя в зажигании? Что? Ну, там, у руля, у руля ключик я тебе показывал. А, да. Поворачивала его? Руль? Да нет, ключик в зажигании у руля. Поворачивала? Поворачивала. Не заводится бибика. Стою здесь. Как дура. Ну, хорошо. Может быть, бензин закончился? Что? Ну, это такая специальная водичка. Ее в дырочку заливают. дырочка в бибике. Ну, я тебе показывал. А, водичку заливала. Я минералку покупала, ее и залила. Котенок, минералку? Ну, да. Газированную. Залила, а бибика не заводится. И теперь стою здесь. Как дура. Знаешь, котенок, я, кажется, все понял. Ты, самое главное, не волнуйся. Хорошо? Ой, да какой там, не волнуйся. Я вся в шоке. Хорошо, а где ты находишься? Ну, что значит где? Рядом с машиной. Ну, хорошо. Стою здесь. Как дура. Ну, это понятно. Скажи мне, адрес, адрес-то какой? Чей адрес? Лапусик. Ну, где ты находишься? А, не знаю. Ну, а улица какая? Улица? Ну, такая. Обычная. Ничего особенного. Ну, а как она называется? Не знаю. Там домики рядом есть? да. Тут их много. Вот, 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 посмотри, там на домиках должно быть написано. Читай. Пель-м-е-н-а-я. Лапусик, я на пельменной. стою здесь. Котюра. Котенок, это не то. Посмотри еще. Кожа меха. Меха. Лапусик. Котенок, это тоже не то. Как это не то? Ты мне шубку когда обещал купить? Котенок, я тебе два месяца назад шубу подарил новую. Да? И что, я теперь в этой шубе всю жизнь должна ходить? Как тура? Ну, хорошо, куплю я тебе шубу, куплю. Скажи мне, ты название улицы там нашла, нет? название? Да. Ух ты! Ну? Лапусик. Что? Не поверишь. Ну? Золото! Лапусик, я золото нашла. Ну, поздравляю. Молодец. Теперь мы богаты. Так, знаешь что, котенок, давай, наверное, закрывай Бибику и попробуй поймать тачку. Хорошо? Я уже пробовала. Ну? Пробовала. Один остановился, спрашивает, сколько? Так. Ну, а я-то откуда знаю сколько? Говорю, а сам-то как думаешь? он мне три тысячи многовато. Давай за полторы. Ты знаешь, уже почти было договорилась, как вдруг подваливает ко мне какая-то кукла и говорит, что это их место. А я такая смотрю, а у дороги еще таких, как я, человек двадцать стоит. Представляешь, уехать не могут. послушай меня, значит, сейчас садись в Бибику, закрой все двери и жди меня. Через тридцать, через двадцать минут буду. Ой, лапусик, а как же твое совещание? Совещание, совещание подождет. Господа, собрание совета директоров переносится на завтра. Прошу прощения, дела. Так, паспортный контроль, документы, пожалуйста. Пожалуйста. Куда летим? В отпуск. Отдыхать. Ну, куда конкретно? За границу. Ну, а в какую страну? Ну, туда, где тепло. Ясно. Так, а это, это ваш паспорт? Конечно, мой. Да, но здесь брюнетка, а вы блондинка. Да, была брюнетка, потом рыженькая, а сейчас вот говорят, лысые в моде, но это не мое. Леночка, на фото, глаза карии, а у вас голубые. Да, это линзы, а в багаже у меня, кстати, еще зеленые лежат, фиолетовые, и зрачок вампира. ясно. Так, на фото нос с горбинкой, а у вас прямой. Надоела она мне. Кто? Горбинка. Еще в прошлом году убрала. Ну, хорошо, а губы? Что губы? Ну, на фото губы пухлые, а у вас нет. Ну, так, была мода, были пухлые, мода прошла, и припухлась тоже. А уши? Что уши? Ну, уши-то на фото торчат, а у вас нет. Сами расправились, когда подтяжку лица делала. Так, а ямочка на подбородке куда делась? Убралась вместе с ушами. Хорошо, последний вопрос. А усы? Да вы что, издеваетесь? Какие еще усы? Ну, вот, на фото. А ну. Боже мой. В чем дело? Какой кошмар. Ну, что вы, ладно вам, ужас. Не расстраивайтесь вы так, ну, сейчас вы в 100 раз лучше, чем на фото. Это паспорт мужа. Так, и где муж? только что через вас с моим паспортом прошу. «Отпорта». «Отпорта» 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спектр услуг у нас огромный. От косметических работ до, так сказать, евроремонта. Как говорится, из любой старушки конфетку сделаем. Любую рухлить сиять заставим. Вас ведь наверняка именно евроремонт интересует. Да нет, спасибо, конечно, но, на мой взгляд, евроремонт мне пока еще не нужен. Жаль, жаль. Евроремонт – это наша коронка. Как говорится, что нам стоит дом построить? Да вы уж мне лучше расскажите, а какие услуги-то вы оказываете? Услуги? Да. Да все, что пожелаете. Целый список. Пожалуйста, вот дизайн, покраска, лакировка, циклевка, перепланировка, фасадные работы, отделочные, уменьшение воздуховодов, установка конструкций из ПВХ. Ой, вы, наверное, хотели сказать из силикона. Да нет, из ПВХ. Так, гидроизоляция, монтаж-демонтаж, снос перегородок, работы по ремонту, так сказать, очистных сооружений, устранение протечек, герметизация швов, бурение скважин, дренаж. Также проводим чистку и углубление, так сказать, колодца. Вывоз мусора, кстати, мы берем на себя. Ну и в конце концов, ремонт крыши. У вас с крышей всё в порядке? Простите, я вот сейчас что-то не поняла. При чём здесь ремонт очистных сооружений? Какой ещё вывоз мусора? И вообще, какие скважины вы собираетесь бурить? Девушка, да я этот список могу до утра читать. Ну, вы сами-то знаете, что вам нужно. Я? Да. Ну? Меня интересует лифтинг, маникюр, педикюр. Ну, вот видите, какая ерунда у вас в голове. Подождите. Ну, а пилинг? Пилинг-то вы делаете? Да я же вам говорю всё, что пожелаете. Распилим всё, что скажете. Так, знаете, давайте по порядку. Да уж давайте. Так, пол менять будем? Нет. Нет, меня пока мой устраивает. Напрасно. У нас, знаете, какие специалисты? Некоторые клиенты по нескольку раз пол меняют. Это ещё зачем? Что значит зачем? Ну, сегодня в моде один пол, ну, а завтра другой. Нет уж. Меня всё-таки больше косметические работы интересуют. Ну, сделаем. Почистим, подкрасим, подштукатурим. Да что вы опять такое говорите? Вы понимаете, что меня только внешний вид интересует? А-а-а. Так вы на продажу? Да как вам не стыдно? Почему мне должно быть стыдно? Ну, сейчас многие этим занимаются. Ну, и вообще, что тут такого? Да я... Я, между прочим, если хотите знать, я замужем. А какая разница? Одно другому не мешай. Ну, знаете ли... Что? Всё. Что всё? Мне всё это надоело. Хам. Ненормальная. Ну, посмотрите, сумасшедший дом какой-то. Восемь клиентов. Одни бабы. И все невменяемые. Гиблое место. Съезжать отсюда надо. На Герцена. Там как раз женскую консультацию закрыли. Простите, а я туда попала? Попал, попал. По полной программе попал. Ты очень красивый и умный девушка. И правильно сделал, что позвонил мне. Это очень хороший видеомагнитофон. Я тебе к нему ещё пять видеокассет подарю. Пять. Фильмы про любовь. Немецкий. Да, здесь фантастиш. Какой видеомагнитофон? Хороший магнитофон такой. Японский. Настоящий Сингапур. Из Малайзии привезли. Абсолют новый. Почти. Двести пятьдесят рублей всего. Нет, вы, наверное, не поняли. Я по объявлению. Ну, всё правильно. Видеомагнитофон. Двести пятьдесят рублей. Это нормально. Я бы себе оставил, но очень деньги нужны. Да нет. Я по другому объявлению. По какому? Вот. А что тут написано? Какой это язык? Русский. Слушай, прочитай сам, пожалуйста. Там так мелко написано, ничего не разбирать. Солидная ремонтная компания предлагает все виды услуг по евроремонту элитных квартир класса люкс. Вот. Там так написано? Да. Это Паша объявление? Ну, да, конечно, наше. Это брат Тофик давал. У нас очень солидный, хорошая компания. Всё сделаем. Конечно, как скажешь. Кушать хочешь? Нет. Виноград, киш-миш, без косточка. Я сам бы ковыривал. Нет, спасибо. Не говоришь? А фрукты? Фрукты очень полезные. Здесь тоже косточка есть. Ну, ты сам доставай тогда. Нет, не надо. А может быть, чай хочешь? Такой зелёный, свежий, полезный очень чай. Спасибо, нет. Нет, ну, всё равно он закончился. Может, сосиску творить? Вы знаете, давайте лучше вот сразу к делу. Ну, хорошо, давай. Ты что-то хотел красивый? Вы знаете, мой шеф дал мне задание. Найти солидную ремонтную компанию по отделке. Отделаем за милую душу. Всех, кого скажешь, один минуточку, один минуточку. Говорите, пожалуйста, я тебе слушаю. Да, да. Компания Евротаксист. В аэропорт? Во сколько нужно? Какой адрес? Хорошо, машина будет. Всё сделаем, недорого. Хорошо, договоримся, договоримся. Один минуточку. Тофик, брат, заправь нашу АКУ. Один женщин в аэропорт хочет. И не перепутай аэропорт. Их в Москве несколько штук. Так что ты хотел красивый? Я говорю, вы офисы отделываете? Офисы? Да. Конечно, офисы. В первую очередь мы там всё делаем, красим, белим. Всё, один минуточку. Один минуточку. Говорит, пожалуйста, я тебе слушаю. Да, да. Потомственный колдун Иннокентий. Снимаю. Орчу. Что? Мужики внимания не обращают? Ай-яй-яй. Значит так. Подъезжай после 12 ночи. Всё сделаем. Недорого. Ждём. Один минуточку. Один минуточку. Тофик. Брат. Как тётку в аэропорт отвезёшь, возвращайся сразу. С одной женщиной что-то снять нужно. Так что ты хотел красивый мой? Я говорю, мой шеф хотел бы отделать офис в стиле хай-тек. Вы работаете в этом стиле? В каком? Хай-тек. А, конечно, конечно. И сейчас все умные люди делают только этот хай-тек. Потолки побелим, стены покрасим, хай-тек везде напишем. Не волнуйся. Один минуточку. Один минуточку. Говорите, пожалуйста, я тебе слышу. Нет, нет, не ошиблись. Ветеринарная клиника Еврокот. Ожирение кота. Привозите, обследуем. Специальная диета. Через месяц вернём, будет как новенький. Хорошо, недорого. Ждём. Один минуточку, один минуточку. Тофик! Брат! У нас в ванной месяц кот поживёт. Жирный, как свинья. Не обижай его. Он хорош. Да и не корми его. Обещал из него человек сделать. Так что ты хотел красивым? Я говорила про хай-тек. Хай-тек? Да, хай-тек. В офисе моего шефа. О-о-о. Твоему шефу очень повезло. Хай-тек с такой красивой девушкой. Прям в офисе. Нет, вы не поняли. Я говорю, ремонт. А-а-а, ремонт этот, хай-тек. Конечно, мы всё сделаем. Я же сказал, хай-тек на потолке, хай-тек на стенах. Деньга принёс. Ой, ну... Нет, но мне же сначала сказали всё оговорить. Ай-яй-яй. У нас солидная, очень хорошая компания. Предоплата нужна. Но я же не знала. Не знала она. Вдруг ты аферист какой-нибудь? Нет. Сейчас аферисты вон на каждом углу встречаются. Фу! Целая Москва аферистов. Сколько у тебя там с собой? Нет, у меня денег совсем нет. Сколько? Нет, вот... Ну, примерно там... Ну, совсем немного. Ну, сколько? Ну, рублей вот... Пятьсот. Пятьсот нормально, нужно просто предоплату, без предоплаты мы не работаем. Нет, но мне же ещё на такси нужно. Да, тофиг брат отвезёт, куда скажешь. Да? Конечно. А вы, вы правда всё сделаете? Ну, я же сказал, ты хей-тек на потолке, хей-тек на стенах. Всё, не волнуйся, не волнуйся. Тофиг, брат, бросай сапоги, потом дочинишь. Тут один красивый девушка, нужно отвезти, куда она скажет. Да. До метро. Да, и не увлекайся тому, ей очень сильно. А то тебе ночью ещё порчу снимать. Сокол, Сокол, это я, Дятел. Приём. Дятел, Дятел, я Сокол. Доложите обстановку. Сокол, нахожусь в лесу. Пропавшую пока не обнаружил. Скажите, как она хоть выглядит? Дятел, как может выглядеть женщина-гребник? Как женщина и как грибник. Что непонятно? Мы заперинговали её мобильник. Судя по сигналу, она идёт прямо на тебя. Смотри, Дятел, чтоб не проскочила. Сам ты, Дятел. Надо же, из-за какой-то тётки всех на уши подняли. МЧС, военных, полицию. Ну, этих-то понятно. Ну, я простой охранник супермаркета. А меня тоже в лес. За что? Хоть бы сапоги выдали. Надо же, никого нет. Здрасте. Привет. Простите, а вы случайно... Женщину-гребника не встречали? А? Нет. Ясно. Минуточку. Сокол, Сокол, это опять я? Дятел. Приём. Дятел, что там у тебя? Сокол, а баба, которую мы ищем, точно грибник? Или от дискотеки отстала? Как она хоть одета? А? Ну, не в мини-юбке же она в лес пошла. Сокол, а наша баба до этого похода в лес другими психическими заболеваниями не болела? Дятел, хватит задавать глупые вопросы. У меня уже смена заканчивается. Как всё выяснишь, свяжись с дежурным. А я на две недели в отпуск. Всё. Конец связи. Простите, а вы случайно в службу спасения не звонили? Звонила. Правда? Так я ж за вами. Скажите, вот нахрена вы вообще... В лес попёрлись. Понимаете, я вышла замуж. За одного богатого старичка. Врачи говорили, что он и года не протянет. Думала, потерплю годик и стану счастлива. Ну, и что? Через неделю серебряная свадьба. Двадцать пять лет вместе. А предпосылок для счастья никаких. Подождите, ну, а в лес-то вы зачем пошли? Так, грибов решила насобирать. Разных. Для мужа. Очень хочется счастливой стать. Ну, вы с грибами-то как-то поосторожней. Ну, вон красная шапочка. Тоже через лес шла. Грибы собирала. Разные. А потом не смогла отличить бабушку от волка. У вас, я смотрю, грибы вон тоже какие-то странные. Ну, кто ж такие грибы-то собирает? Многие, кто хочет стать счастливой. Я и рецепт в одной книжке прочитала. Кулинарный? Нет. В криминальный. Ну, все. Давайте. Выводите меня из леса. Да я сам тут немножко заплутал. Третий день у вас ищем. Сейчас, минуточку. Ну. Что? А? Аккумулятор сел. Дайте ваш телефон. Ага. Так. 8-916-688. Да не номер позвонить дайте. А, так он у меня тоже разрядился. Я когда в службу спасения звонила, мне минут 20 повторяли, ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии. Ну, я и оставалась. Хорошо, хоть вас вызвать успела. Вы ведь меня спасете? Спасем. Конечно, спасем. Напарник-то мой знает, где мы. Осталось его только из отпуска двухнедельного дождаться. Ой. Две недели, это долго. А куда вам торопиться? Грибы испортятся. И не подействуют. А потом, муж мой, Захар Игнатьич, волноваться будет. Как вы сказали, Захар Игнатьич, надо же, прям как любовника моей бывшей жены. Я из-за этого мерзавца и развелся. Захар Игнатьич. Кстати, а где ваш Игнатьич живет? На проспекте Гоголя. А дом квартира? 18А квартира 6. Не может быть. Что? Так он еще жив. Знаете, а давайте, давайте я вам помогу грибов насобирать. Так вы не знаете, какие нужны? Не волнуйтесь. Уж для Захара Игнатьича нужные грибы найду. Глядишь, вместе с вами и я счастливым стану. АПЛОДИСМЕНТОМ 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 Добрый день, уважаемые телезрители, и вновь ваше любимое ток-шоу. Тема нашей программы, как обычно, интересует всех нас больше всего. Героиня нашей программы утверждает, что над ней надругались. Итак, встречайте, Анжела Шарамыгина. Присаживайтесь. Расскажите, с чего все началось? Меня в гости пригласили. На какую-то тачу. Так. С ночевкой. В сауне попариться и пивка попить. Хорошо. А кто пригласил? Да кто его знает. Мужики какие-то. Ну, вы, разумеется, отказались. Ну, я ж не дура. Ну. Конечно, поехала. Как? На халяву-то. В сауне попариться и пивка попить. Ну, вы понимали, для чего они вас пригласили? Ну, я ж не дура. Конечно, понимала. В сауне попариться и пивка попить. С незнакомыми мужиками. Ну, это меня тоже немного смутило. Но так пивка хотелось. Думала, в сауне попарюсь, пивка попью и домой поеду. А они бесстыдники. Вон, что удумали. Ну, хорошо. Скажите, вам знаком вот этот человек? Конечно. Я его сразу узнала. Угу. По рубахе. Он был в этой рубахе? Не. В свитере. Я этого негодяя на всю жизнь запомнила. Это он мне пылесос продал. Простите, какой еще пылесос? Современный. От комнатных клещей. Подождите. В сауне был он или не он? Да кто его знает? Их там человек десять было. Ну, всех и не упомнишь. Ну, посмотрите. Вот он. Ну, вроде он. Точно он. Вон морда какая наглая. Ну, хорошо. Сегодня у нас в студии собрались наши гости, эксперты, которые тоже хотели бы сказать свое мнение. У вас есть ровно минута. Пожалуйста, говорите. Извините, пожалуйста, можно я еще скажу? Девочки, за каждого я не могу сейчас просить. Ничего, что я говорю, когда вы меня переживаете. Я требую экспертизу ДНК. Что? Ну, все что-то требуют какой-то ДНК. Да нет, ну, это не из нашей программы. Давайте по сценарию. Ну, ладно. Я ж не дура. Ну, да. Как мне подсказывают наши редактора, только что сотрудники полиции поймали подозреваемого. И у нас есть возможность поговорить с ним в прямом эфире по телефону. Алло. Алло. Добрый день. Временно исполняющий обязанности старшего дежурного областного следственного изолятора временного содержания Невальный сержант Гавлюшкин слушает. Мы можем услышать задержанного? Да. Так точно. Одну минуточку. Попробуем еще раз. Алло. Добрый день. Временно исполняющий обязанности старшего дежурного областного следственного изолятора временного содержания Невальный сержант Гавлюшкин слушает. Вновь телевидение. Мы можем услышать задержанного? Да. Так точно. Наша служба и опасно и трудно. Уважаемый абонент. Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии. И на первый взгляд как будто не видна. Связь просто подводит. Но попробуем еще раз. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности старшего дежурного областного следственного изолятора временного содержания Невальный сержант Гавлюшкин слушает. Сержант, в конце концов мы можем услышать задержанного? Да. Алло. Добрый день. Временно исполняющий обязанности старшего дежурного областного следственного изолятора сержант Гавлюшкин слушает. Послушай, Гавлюшкин. Мне продали пылесос. Современный. От комнатных клещей. Понимаешь? А это кто? Кто-кто? Шарамыгинов пальто. Добрый день. Временно исполняющий обязанности старшего дежурного сержант Гавлюшкин слушает. Гавлюшкин? Дай нам поговорить с этим козлом. Наша служба и опасно и трудно. Алло. Что вам от меня нужно? Здравствуйте. Телевидение беспокоит. Вы в прямом эфире. Мы по поводу Шарамыгиной. Это еще кто такая? Как девушка, над которой вы, так сказать, надругались. Вы в своем уме? Я вообще девушками не интересуюсь. В смысле, я жена. Ой, да шут с ним. Но надругался я на здоровье. Вы его лучше про пылесос спросите. Отстаньте вы со своим пылесосом. Ну, пожалуйста. Я за него сто тысяч заплатила. Ну, ладно, ладно. Скажите, а зачем вы продали Шарамыгиной неисправный пылесос? Да. Алло. Вы в своем уме? Я не торгую сломанными пылесосами. И не сломанными тоже. Подождите, ну, а за что же вас тогда задержали? Да. Вы в своем уме? Никто меня не задерживал. Я дежурный старший лейтенант Козлов. А как же задержанный? А задержанный уже отпущен. За недостаточностью улик. Пылесос мне подарил. Современный. От комнатных клещей. Это он. Задержите его. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Но завтра в прямом эфире мы поговорим о мошеннике, который торгует неисправными пылесосами. До новых встреч в эфире. Мой сосед. Маньяк. Да-да. Я сама видела. По телевизору. В одной передаче про суд его приговорили к двадцати годам лишения свободы. Я актер. Недавно в одной передаче про суд я сыграл роль маньяка, которого приговорили к двадцати годам. Когда я посмотрела передачу про моего соседа-уголовника, я решила прогуляться. Я накрасилась, оделась, вышла из своей квартиры и вызвала лифт. В тот день я решил с друзьями за городом отметить мою новую роль. Роль маньяка. Я замариновал два ведра мяса под шашлык, взял все самое необходимое и вышел из своей квартиры. Когда я зашла в лифт, вдруг, неизвестно откуда, появился он, мой сосед-маньяк. Я поставил два ведра с шашлыком в лифт, но вспомнил, что не взял топор. Я попросил соседку постоять в лифте с моим шашлыком и вернулся в свою квартиру. Два ведра расчлененного мяса стояла у моих ног. А сосед уже возвращался к лифту с топором. От ужаса я нажала кнопку первого этажа. Я уже возвращался, но лифт неожиданно закрылся и пошел вниз. Я бросился за ним по лестнице. Когда лифт остановился на первом этаже, я услышала дикий топот на лестнице. Я поняла, свидетели ему ни к чему и нажала кнопку верхнего этажа. Я уже был на первом этаже, но лифт неожиданно пошел наверх. Я подумал, что соседка вспомнила обо мне и решила вернуться за мной. Я собрался с силами и бросился вверх по лестнице. Я решила укрыться в своей квартире, но вдруг подумала, оставлять два ведра с уликами нельзя. Я взяла одно из них, вышла из лифта и стала открывать дверь своей квартиры. Я добежал до своего этажа и вдруг увидел, как соседка наглым образом пытается скрыться в своей квартире с моим шашлыком. От злости я произнес убью. Я никак не могла открыть дверь своей квартиры и вдруг я услышала зловещее убью. Я оглянулась в двух метрах от меня стояло это чудовище с топором. Но я не растерялась. Я метнула в него ведро с расчлененкой и запрыгнула в лифт. Весь в шашлыке. Я бросился к лифту, но двери закрылись и лифт пошел вниз. Я собрался с силами и через мгновение уже был на первом этаже. Но прямо перед лифтом случайно сбил с ног пенсионерку, которая несла банку с красной краской. Когда двери лифта открылись, я увидела ужасную картину. на полу в огромной луже красного цвета ухоя и вздыхая лежала пенсионерка. Сверху сидел этот монстр с топором. Увидев меня, он прошипел «Не уйдешь». И я нажала кнопку верхнего этажа. Извинившись перед старушкой, я схватил топор и бросился вверх по лестнице догонять лифт. Ведь оставшийся шашлык был именно там. Я добежал до своего этажа и увидел, как соседка вновь пытается скрыться в своей квартире со вторым ведром моего шашлыка. Я рванулся к ней, но подскользнулся на разбросанном шашлыке из первого ведра и, падая, метнул топор в ее сторону. Я уже почти открыла дверь своей квартиры, как вдруг топор, как томогавк, просвистел у меня додухом и воткнулся прямо в дверь. Ноги подкосились и я потеряла сознание. Я не знаю, как это получилось, но соседка рухнула как подкошенная, хотя я отчетливо видел, что топор не задел даже ухо. Ну, чтобы не пугать соседей, я втащил соседку в свою квартиру и решил оказать первую медицинскую помощь. поскольку я весь был в краске и шашлыке, чтобы не испачкать пострадавшую, я скинул с себя всю, всю грязную одежду и начал делать искусственное дыхание. рот в рот когда я пришла в себя этот серийный негодяй совершенно голый делал со мной что хотел. Он то толкал меня в грудь, то зачем-то дул мне в рот. Я поняла отступать некуда и чтобы избежать дальнейших издевательств изо всех сил обхватила его руками и ногами. Когда я делал ей искусственное дыхание она неожиданно меня очень сильно обняла. видимо хотела таким образом извиниться передо мной. Но я не мог принять таких извинений. Ведь у меня уже есть любимая женщина, которая кстати все это время ждала меня внизу в машине. но не выдержала и поднялась ко мне в квартиру. Когда мой сосед маньяк уже готов был растерзать меня, какая-то смелая женщина ворвалась в квартиру и видимо желая спасти меня огрела его сковородой по голове. Когда через неделю в больнице я пришел в себя, мне сообщили, что моя любимая женщина от меня ушла. но самое главное бесследно исчезли второе ведро с шашлыком и топор. Когда я узнала всю правду про моего соседа актера я поняла что именно о таком мужчине я мечтала всю свою жизнь. Надеюсь, что когда он выйдет из больницы он простит меня и поймет, что иногда именно так находят свою настоящую большую любовь. как часто мы не понимаем друг друга. Представьте такую ситуацию. В одной деревне на берегу реки жили два брата близнеца. У одного из них была лодка, у другого наоборот жена. И вот в один день у первого затонула лодка, а у второго умерла жена. И вот одна милая женщина, которая работала в этой деревне почтальоном, пришла навестить вдовца, но перепутала и попала к лодочнику, который сильно тосковал и горевал о своей затонувшей лодке. Здравствуйте. вот узнала про ваше горе, зашла выразить вам свои соболезнования. Такая утрата! Спасибо, конечно, но, честно говоря, не такая уж и великая потеря. Все равно она уж была старая, полусгнившая вся, ну и потом от нее постоянно рыбой несло. А, я вас понимаю, себя не утешишь, никто не поможет. И все-таки столько лет вместе. Это точно. Я аж можно сказать, пол жизни на ней провел. Да что там пол жизни? я в последнее время и не слезал с нее. Ой, вы меня, конечно, извините, дело-то это вовсе не мое, но, может быть, зря вы это, но в вашем-то возрасте. да не могу я без этого. Ну, не знаю, ну, привычка, что ли. В общем, люблю я это дело. Я вот сейчас с вами разговариваю, а у самого внутри просто кипит все. Я бы прямо сейчас, может быть, в дом пройдем? Нет, нет, спасибо. Ну, тогда давайте прямо здесь. Что? Ну, как что, посидим, поговорим. Мне же поделиться-то не с кем. У брата вон своих проблем хватает. Как я без нее даже не знаю. Нет, конечно, можно поехать в город, выбрать себе любую и купить. Но даже самое плохенькое стоит таких денег. А это все-таки родная была, всегда под боком. Захотелось прыг на нее и не слезая с часами. Она ж мне как жена была. Так вы что, не расписаны, что ли, были? С кем? Ну, с ней. А? Да нет, ну, записана была на меня. Ну, да. Я ж брал-то ее не новую. Она до меня мужиков пять сменила. Если не больше. я еще тогда подумал, ну, хватит ей по рукам-то ходить. Хозяин должен быть один. Ну, и забрал ее себе. Привел в порядок, всю душу в нее вкладывал, смазывал ее. Каждую трещинку в ней знал. прям как в песне. Я помню все твои трещинки. Ого, ого. Ой, вы знаете, вы уж лучше расскажите, а как все это произошло-то? Да как произошло? Я на днях дал ее троим своим друзьям попользоваться, но они спьяну ее и утопили. Что значит утопили? А да как же вы могли-то отдать, можно сказать, кровиночку этим этим варваром? А что здесь такого? Ну мы с вами в цивилизованном государстве живем. Сегодня я выручу, завтра меня. Да я уверен, обратись я к вашему мужу. Он тоже не будет против. Ну а что попользуюсь пару дней и верну? А я что у меня уже и спрашивать что ли не надо? А вам-то что? Вам-то какая разница? Наоборот, мужик ваш отдохнет пару дней. Да он уж полгода как отдыхает. Ну это уж вы врете полгода. Да мы с ним на прошлой неделе вместе ходили. Куда это вы с ним вместе ходили? Как куда? Куда и всегда поплавок помочить. что? Ну что поплавок помочить? Ну в смысле как говорится червячка в пруду искупать. Ах червячка это значит так теперь называется и как часто вы с ним вместе червячка купаете? Да нет ну вместе мы только последнее время а так у меня свои места у него свои ну понятно все то-то я думаю что это он последние полгода ко мне не подходит а он оказывается червячка в другом пруду купает ну спасибо тебе что глаза мне открыл да честно говоря я думал что вы в курсе вы уж извините если что не так сказал да уж чего уж теперь ну так как не против будете если я попользуюсь пару дней а а а вы в этом смысле ну ну я не знаю ну в принципе я не против я к тебе вечером зайду заходите когда захотите спасительница вы моя эх мне бы еще блесну 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 как у вашего мужа он ведь на нее ни одну красавицу поймал может быть заодно и ее одолжите а подождите я что-то не пойму вы о чем что вы имеете ввиду ну как блесну какую еще блесну да ладно вам но в деревне все же знают какая у вашего мужа блесна какая какая такая небольшая красивая да он сам ее всем в деревне показывал кому это всем и бабам что ли тоже бабам то зачем мужикам бабам то что показывать им то без разницы какая у мужика блесна им лишь бы рыбку съесть это уж точно нашим бабам только это и нужно ну значит так вечером как стемнеет будь готов да и чтоб блесна была в порядке в смысле ну зайду к тебе поплавок помочить или как там у вас говорится червячка в пруду искупать здравствуйте а вот скажите пожалуйста почему так дешево всего 10 тысяч рублей за две недели в Турции просто у нас сейчас проходит рекламная акция две недели в Турции за 10 тысяч рублей кстати очень выгодное предложение да одну секундочку прошу прощения да я вас слушаю а что вы так кричите да а что вы хотели за 10 тысяч думали на халяву в рай попасть простите что вы говорили ой вы знаете такие красивые фотографии а это действительно пять звезд ну конечно самая настоящая пятерка я бы даже сказал пять с плюсом и заметьте всего лишь за 10 тысяч прошу прощения да я вас слушаю а что вы так кричите кто обещал пять звезд на фотографиях другой отель а что вы хотели за 10 тысяч думали что вас в хилтон поселят простите что вы говорили ой а скажите пожалуйста а вот там действительно все включено ну конечно ранний завтрак поздний завтрак обед полдник ранний ужин поздний ужин плюс холодные закуски всю ночь и заметь всего лишь за 10 тысяч прошу прощения да я вас слушаю а что вы так кричите кормят только утром всего один час и всем еды не хватает так вы с вечера очередь занимайте а что вы хотели за 10 тысяч меньше жрать надо простите знаете а вот скажите пожалуйста а вот спиртные напитки тоже бесплатно ну конечно и турецкие и европейские и все что пожелаете причем круглосуточно и заметь все это всего лишь за 10 тысяч прошу прощения да я вас слушаю а что вы так кричите отравились коктейлем сомнительного производства а что вы хотели за 10 тысяч меньше меньше пить надо всякую дрянь нормальные люди спиртное с собой везут простите что вы говорили ой ой а вот скажите пожалуйста вот море море рядом с отелем ну конечно первая линия буквально рукой подать и это всего лишь за 10 тысяч спиртное прошу прощения да я вас слушаю а что вы так кричите рядом с отелем нету моря а что вы хотели за 10 тысяч знаете что вы уже неделю в отеле живете и только заметили что рядом нет моря меньше пить надо коктейли сомнительного производства простите что вы говорили ой а вот скажите пожалуйста а вот в отеле есть ночная дискотека ну конечно одна из лучших дискотек в Турции прошу прощения да я вас слушаю а что вы так кричите местные жители избили на дискотеке а что вы хотели за 10 тысяч нормальные люди ночью спят они по дискотекам шиляются простите что вы говорили ой а вот скажите пожалуйста а вот вечером вечером в отеле есть какие-нибудь развлекательные программы ну конечно каждый вечер сразу после ужина вас ждут незабываемые шоу программы прошу прощения да я вас слушаю а что вы так кричите вместо шоу вас искупали в ледяном бассейне и над вами смеялся весь отель а что вы хотели за 10 тысяч думали что вам каждый вечер басков стиркоровым петь будут простите так что вы говорите ой вы знаете я просто не верю своему счастью ну что в таком случае пожалуйста в кассу и приятного вам отдыха спасибо вам большое спасибо пожалуйста леночка оформите еще одну путевочку девушки да и подготовьте документы о банкротстве что какие 500 человек пятые сутки сидят в турецком аэропорту ничего как нибудь доберутся мы им не оплатили дорогу ну а что они хотели за 10 тысяч азз ну аган здравствуйте уважаемые телезрители мы ведем наш репортаж в прямом эфире и сейчас находимся в Москве на Ленинградке где обычно в ночное время предлагают свои услуги жрицы любви. А сейчас здесь проходит митинг учителей средних школ. Учителя решили митинговать именно здесь, на Ленинградке, ближе к центру, к правительству, чтобы их наконец-то услышали. Сейчас мы попробуем поговорить с кем-нибудь из митингующих и узнать о проблемах школы и какие требования выдвигают учителя. Сегодня здесь, на Ленинградке, довольно-таки многолюдно, и поэтому трудно понять, кто здесь митингующий, кто прохожий, а кто просто пришел поддержать учителей. Вот, по всей видимости, это одна из митингующих, обычный учитель средней школы, довольно-таки еще молодой специалист. Попробуем поговорить с ней. Добрый день, новости дня. Можно вас буквально на пять минут? Ну, а что, на пять-то? Берешь сразу на час? Нет, нет, целиком передачу мы посвятим вам в ближайшее время, а сейчас, если не против, короткое интервью. Ну, ладно. Давай только, знаешь, как-то это по-быстренькому. А то, вон, ты своей камерой мне всех девчонок распугал. О! Попрятались все. Я не понимаю, а чего бояться-то? А если их предки по телику увидят? Чем их дочурки тут занимаются? Я не понимаю, опять же, чего стесняться? Вы занимаетесь любимым делом. Ваша профессия одна из самых уважаемых во всем мире. Да? А я всегда считала, что наоборот. Ну, почему? Вот, например, я всегда с большим уважением вспоминаю ваших коллег, которые для меня немало сделали. И мою первую Мариванну, несмотря на то, что мне тогда было всего семь-восемь лет, и Надежду Семеновну, которая обожала меня, несмотря на мои, так сказать, шалости, и даже физрука Сан Саныча, с которым мы довольно-таки тесно и тепло общаемся и по сей день. Я уверен, что и вас тоже любят и обожают все те, кому вы даете, так сказать, возможность учиться у вас. А таких, я уверен, у вас уже было немало, а будет еще больше, ведь вы довольно-таки еще молодой специалист. Сколько, если не секрет, вы уже в профессии? Ну, спасибо, конечно, за комплимент. Но у меня уже 15 лет позади, и я не собираюсь заниматься этим всю жизнь. Ну, какие ваши годы! Марья Ивановна, о которой я вам только что говорил, в прошлом году исполнилось 70. А она в такой потрясающей форме, что у нее еще есть чему поучиться. А вы лучше скажите, а какие проблемы волнуют вас на сегодняшний день? Ведь не случайно такое количество ваших коллег сегодня вышло на улицу. Так ведь в этом-то все и дело. У нас, знаешь, какая конкуренция? Конкуренция? Во всех газетах пишут о нехватке кадров, а вы говорите, конкуренция. Ой, да врут все ваши газеты! О, да я тебе хоть сейчас вон 30-40 девчонок в ряд поставлю. Выбирай, но пусть. Светлый, темный, худенький, худенький, полненький и все хорошенькие, молоденькие за 150-200 долларов испоют, как говорится, из пляшек. А если им для начала еще и налить, они такое вытворяют, что вам и не снилось. Простите, вы хотите сказать, что ваши коллеги могут позволить себе спиртное на рабочем месте? Да нет, но они ж не нажираются до бесплатно. Ну так, грамм 150-200, ну, чтобы язык развязать, для поддержания, так сказать, контакта. Слушай, а может быть, возьмешь кого, а? Да нет, спасибо. Мне, знаете ли, как-то ни к чему. А, понятно. Физрук Сан Саныч. А при чем здесь Сан Саныч? Просто поймите меня правильно. Ну, возьму я под свою опеку одного специалиста. Ну, второго. Ну, проблему-то мы этим не решим. Необходимо, чтобы у каждой из ваших коллег была своя группа. Человек 25-30. Как вы, согласны? Ну, это и загнул 25-30. Ну, а вот, скажем, 5-6 постоянных клиентов, вот это, пожалуй, самый раз. Ну, вот видите, получать деньги мы хотим. А поработать с группой 25-30 человек уже сложно. Не надо бояться трудностей. Вот у нашего физрука... Сан Саныча. Сан Саныча. Была своя группа. 38 человек. В заключение я хотел бы спросить у вас. Вот если бы можно было повернуть время вспять, то кем бы вы стали тогда? А вы знаете, я ведь с детства мечтала стать учителем. Спасибо. Уважаемые телезрители, это был репортаж с Ленинградки, где сегодня проходит митинг учителей средних школ, которые, несмотря на все трудности, по-прежнему преданы своей профессии, верны своему делу. За что им большое человеческое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые дамы и господа, наш самолет набрал необходимую высоту, но, к сожалению, потерял управление и сейчас падает в море. До катастрофы остается две с половиной минуты. Просьба всех надеть спасательные пояса и оставаться на своих местах. Давайте проведем катастрофу организованно, без паники. Желающим будут предложены прохладительные напитки. Боже мой, что же делать? А, Ана Павлович, раздевайтесь. А, а зачем? Я же все равно плавать не умею. А, Ана Павловна, раздевайтесь, стюардесса предупредила. У нас на все про все две с половиной минуты. Сергей Тимофеевич, миленький, да что вы обо мне это так беспокоитесь? Я же все равно утону. Утонете? Ну, перед смертью последнюю радость получим, если успеем. Как? Прямо здесь? А вы что, под водой предпочитаете? Нет, ну, а вдруг, а вдруг мы не разобьемся? Как это не разобьемся? Не волнуйтесь, вы все будет нормально. Разобьемся. Нет, ну, а вдруг, что быть, а вдруг ваша жена узнает? Она уже ничего не узнает. Снимай свои чертовые шводки. О, Господи, да что вы на меня так кричите? Ну, так же сразу нельзя. Сначала же нужно привыкнуть друг к другу, а уже потом... Нет, сначала потом привыкать на том свете будем. Ой, нет, я так сразу не могу. Ну, вы бы для начала хоть сказали что-нибудь. Я не знаю, ну, что любите меня, что жить без меня не можете. Ну, что все обычно говорят, ну, можете сказать или нет. Ну, не могу, не могу я без тебя жить. Равно минуту. Ой, что ты? И зачем я с тобой связался? Вон, роскошная блондинка в обмороке лежит. Но я до нее уже не успею. Да ты, ты посмотри, что люди, что люди делают. Вон, вон, пьют, раздеваются, целуются. О, о, берегут каждую секунду. Одни мы тут с тобой. Господи, и правда, разврат-то какой. А эти в проходе, проходят и что вытворяют. А до этого сидели, как порядочные. Господи, ну, неужели, чтобы почувствовать себя совершенно свободным, необходимо в катастрофу попасть. Ну, ладно. Все. Так и быть. Милый, поцелуй меня в шейку. Сама себя целуй. Поздно. Как поздно? Сколько у нас еще осталось? Пять. Ой. Четыре. Ой. Три. Две. Одна. Ой. Уважаемые дамы и господа. Наш самолет произвел вынужденную посадку. Чем мы вас не поздравляем. Ну? А вы говорили, разобьемся? Обманщик. И запомните, Сергей Тимофеевич, порядочная женщина, так вот сразу не может за две с половиной минуты. Мужчина, приходите завтра, магазин закрыт. Леш, закрывай двери, восьмой час уже. Девушка, вы что-то хотели, а то магазин закрывается. Молодой человек. Значит, мне, ну, для моей машины, так, фильтр, тормозные колодки и это, масло у вас продается или это в продуктовом? Ну, если для машины, то у нас. Ну, значит, заверните мне все это в ваш пакет. Так, секундочку, какой фильтр, какие колодки? Ну, я же вам сказала, тормозные. Я понимаю, а для какой машины? Ну, что за глупый вопрос? Для моей. Хорошо. А какая у вас машина? А какая вам разница? Ну, красная. Мне все равно, какой у нее цвет. А мне нет. Я что, по-вашему, под черные сапожки, ну, я не знаю, желтую машину, что ли, должна покупать? Да мне-то какая разница. Вот я и говорю. Девушка, у вас какая марка автомобиля? А к чему этот допрос с пристрастием? Вам что, поговорить больше не скидет? Да я же вам помочь хочу, вам. Себе помоги. Какая марка? Иномарка у меня. Я понимаю, что не москвич. Слава богу. А как она называется? Она мне не говорила. Ну, просто красивая японская машина. Это Таврия. Как таврия. Если японская, то не Таврия точно. Да? Да. Может быть, это, я не знаю, Тойота. Вот. Она. Слава богу. Так. Модель. 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 Какая модель? Что значит какая? Да уж, какая-никакая, а без работы не сижу. Да я, между прочим, занавески рекламировала. Да мои фотографии во всех журналах печатали. Я ничего не понимаю. Что вы такое несете? Вы сказали, у вас Тойота. Я спросил, какая модель. А вы мне про какие-то занавески в журналах. То есть, фотографии в занавесках. Значит, я так полагаю, что колодки мне продавать здесь никто не собирается. Где у вас старший? Девушка, да успокойтесь вы. Ну, что вы в самом деле? Я же не случайно задаю эти все вопросы. А зачем? Познакомиться, что ли, хотите? Не так и скажите. Не хочу я с вами знакомиться. Не хочу. Хам! Где у вас старший? Извините, ну, не так выразился. Извините. Так хотите познакомиться или нет? Хорошо, давайте знакомиться. Семен. Я с незнакомыми мужчинами в магазинах не знакомлюсь. А что же вы хотите? Тормозные колодки и масло. Хорошо, масло вам какое? Злата. Есть? Злата в соседнем магазине, в продуктовом. Но только оно вам не подойдет точно. Вы до этого на каком масле ездили? Молодой человек, это может быть вы на масле ездите, а я езжу на машине. Синтетика, полусинтетика, натуральная. У меня все натуральное. давайте натуральное. Пожалуйста, натуральное. Все? А колодки? Тормозные? Да. На Тойоту? Да. Хорошо. Какого года? А что, тормозные колодки только совершеннолетним выдают? Да нет, машина ваша какого года? А по мне не видно, что у меня все новое. То есть этого года, так и говорите. Значит, колодки вам нужны, скорее всего. Три года. Ну, максимум пять. Так, три или пять? Ну, не больше десяти. Девушка, да вы поймите, что для каждого автомобиля нужны свои запчасти. Нельзя, скажем, на Запорожец поставить колеса от КамАЗа. Да? Да. И также тормозные колодки. Да у нас их тридцать разных видов только на Тойоту. И какие вам нужны, я так и не понял. Ну, значит, заверните мне их все. Да, пожалуйста. А я уж как-нибудь без вашей непрофессиональной помощи обойдусь. Кредитки принимаете? Что вы такое говорите? Какие кредитки? Частный магазин. Только наличный расчет. А что ж вы мне тут полчаса голову морочите, а? Ну, неужели сразу нельзя было сказать? Ну, где я вам сейчас наличные возьму? Ну, сервис, а? Нет, я уже два с половиной месяца за рулем. Ну, если б я знала, что это такое, права бы никогда не купила. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 От подруг я не скрываю то, что нравишься ты мне, и прекрасной можем парой мы с тобою быть вполне. Я давно тебя искала, пусть слова мои просты, мне ромашка подсказала, что любимый это ты. Мне ромашка подсказала, что любимый это ты. Я по ромашке все узнала про тебя, что ты любовь моя, что ты моя судьба. И точно знаю, что она была права, ведь ни одну ромашку я оборвала. Может быть, ты сам не знаешь, что, что любишь ты меня, и пока не замечаешь, что такая я одна. Но я знаю, что однажды без меня не сможешь жить, погадаешь на ромашке, и ромашка подтвердит. Погадаешь на ромашке, и ромашка подтвердит. Я по ромашке все узнала про тебя, что ты любовь моя, что ты моя судьба. И точно знаю, что она была права, ведь ни одну ромашку я оборвала. То пройдешь и не посмотришь, то посмотришь и пройдешь. Ну, когда же, ну, когда же ты любовь свою найдешь. А недавно в них приснилось, как ты в гости приходил, ты признался, что влюбился и ромашки подарил. Ты признался, что влюбился и ромашки подарил. Я по ромашке все узнала про тебя, что ты любовь моя, что ты моя судьба. И точно знаю, что она была права, ведь ни одну ромашку я оборвала. Я по ромашке все узнала про тебя, что ты любовь моя, что ты моя судьба. И точно знаю, что она была права, ведь ни одну ромашку я оборвала. Я по ромашке все узнала про тебя, что ты любовь моя, что ты моя судьба. И точно знаю, что она была права, ведь ни одну ромашку я оборвала. Я по ромашке все узнала про тебя, что ты любовь моя, И точно знаю, что она была права, Ведь ни одну ромашку я оборвала. Субтитры создавал DimaTorzok